11 декабря Литературный мир праздновал день рождения Александра Солженицына, писателя и публициста, чье имя неразрывно связано с нашим городом. Архипелаг ГУЛАГ, Раковый корпус, Матрёнин двор – один день из жизни Ивана Денисовича. Сложные и глубокие по проблематике произведения знает каждый думающий человек. Но вот о том, что Александр Исаевич был еще и замечательным преподавателем, факт не самый известный. А ведь именно преподавательская деятельность связывает имя писателя с Рязанью. Долгое время он работал учителем математики во второй гимназии. Сегодня в библиотеке филиале номер 9 состоялась встреча старшеклассников с Владимиром Крыловым, исследователем творчества и биографии писателя. Обратите внимание, литературная пространство Солженицына, как раз к этому относится, великий писатель. Действительно великий писатель. Это не объявляет. Наша гордость Рязанская здесь особая в чем заключается? Александр Исаевич Солженицын, став куврятом Нобелевской премии, получил ее за те произведения, которые были написаны на нашей Рязанской земле. Вот что интересно. Да, он жил когда-то в Ростове, да, жил в Густальном районе, в Владимирской области, да, жил в Рязани, потом в Москве, потом в Вермонте, потом там. Но Нобелевскую премию в 1970 году, в декабре. Ему присвоили за то, что он был тогда официально жителем города Рязани. Конечно, творчество очень сложное, но юношеский максимализм школьников – одна из причин, по которой глубина проблематики солженицынских трудов интересна присутствующим. Я узнал много нового о нашем великом земляке. Всегда интересно очень встретить человека, который был когда-то знаком с великим талантом, с великим писателем. Это всегда очень здорово, знать что-то новое про него. В библиотеке уже не первый год. К дню рождения писателя проводят мероприятия, выбирая определенную тему. У нас вообще был перспективный план по подготовке к столетию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. И вот каждый год в декабре в честь даты определенной с его дня рождения мы проводим мероприятия на разные темы. Солженицын – это эпоха. Так как библиотека имени Павла Васильева, а в их судьбе есть какие-то переплетения, которые относятся и к одному, и к другому писателям, литераторам. Вот, например, мы проводили в прошлом году Павел Васильев и Александр Солженицын – защитники российского казачества. На этот раз Крылов, которому посчастливилось даже лично общаться с писателем при его жизни, подробно рассказал о Солженицыне учителе, о фотографической деятельности знаменитого человека и его личностных особенностях. В следующем году Крылов предложил провести обширную конференцию, ведь в 2018-м Солженицыну исполнится 100 лет.